Всем здравствуйте и добро пожаловать на очередной этап прекрасного тура Хайнаня. Гонка по дорогам замечательного китайского острова продолжается и сегодня шестой этап. Достаточно протяженный 220 километров, но не самый длинный в рамках этой гонки. Был уже один протяженностью 230 километров и вот второй такой марафонский день наступает на этой достаточно длинной гонке, состоящей из девяти этапов. Пять уже закончилось и на четырех из них победу праздновал Якуб Маречко, спринтер итальянской команды Вильер Тристина Селеталья. Абсолютно сильнейший гонщик на данный момент в гонке. И только на первом этапе он и его команда оступились, когда отдали победу басскому гонщику команды Юкио Йону Аберастури. Показывали нам процедуру росписи, а сейчас давайте смотреть профиль этапа. Сегодня целиком и полностью этап проходит по юго-западу этого несколько продолговатого острова, вытянутого на северо-восток. Ну и длинный маршрут из местечка Чанг-Янг, где вчера пятый этап финишировал, до города под названием Санье. Включаемся сегодня за 60 километров до финиша и надо сказать, что сегодня первый этап, на котором можно сказать, что темп гонки не сверхъестественный. Потому что до этого гонщики каждый этап ехали со средней скоростью выше 45 километров в час, что, конечно же, для конца октября, начала ноября. Сверхъестественные скорости и просматривая различные социальные сети, читая статьи экспертов, все сходились во мнении, что это просто-напросто невероятная скорость, которую демонстрируют гонщики. При том, что ни одной команды про-тура тут не представлено. Всего пять проконтинентальных команд и все остальные континентальные и ниже. Шикарные виды, огромные, протяженные, длиннющие пляжи тут Хайнани. Ну и стоит отметить то, что сегодня погода очень и очень жаркая. И так очень нелегко гонщикам давались предыдущие этапы и вот эта супервысокая влажность и ветер, дующий с моря, мешали. Но сегодня прям надо отметить, что самый жаркий день этой гонки. Плюс 32 градуса по Цельсию на старте этапа, а сейчас, возможно, еще выше температура. Не удивляйтесь, что на острове Хайнань есть железная дорога. Он только внешне может казаться совсем небольшим. На деле это серьезный остров с огромным количеством не только отелей и туристических зон, как, например, на Ибице или же Майорке испанских, но и с колоссальной жилой площадью, со своими субкультурами. Повторюсь, рассказывал уже на предыдущих этапах, активно тут развита и агрокультура, и животноводство. Ну и в целом полноценной жизнью люди тут обитают. И в принципе нельзя сказать, что этот остров несет с собой только какое-то транзитное назначение. Нет, вполне себе отдельно взятая страна внутри Китая. Но страна, разумеется, очень и очень условна. Не стоит развивать тут какие-то сепразистские настроения. В этом плане тут никаких вопросов не возникает. Чего, кстати, не скажешь о той же Майорке и в целом об Испании, ситуации с Каталонией, которая там происходит. Но не будем даваться в политические детали. К тому же есть много всего интересного, что можно рассказать сегодня про гонку непосредственно. Итак, сегодня действительно первый этап, когда скорость не так высока. И объяснить это не скажу, что можно как-то очень просто. Но версия, самое главное, это то, что завтра главный горный этап, по итогам которого должна решиться судьба генеральной классификации. И вот перед этим горным этапом, этапом из Сани до Вушишана, гонщики решили взять небольшую паузу, небольшую передышку, чтобы завтра показать вновь сверхвысокий темп. И разобраться в эту пусть и не самую сложную, но тем не менее гору вообще, конечно, на Хайнане, как в острове, гор не так много. Ну, точнее, горы есть, а вот высоких, так, чтобы еще и хорошая асфальтированная дорога в них была, по сути, такие отсутствуют, чего не скажешь, разумеется, про другие острова, как, например, Сицилия и Сардиния, где есть очень серьезные подъемы. И на маршруте Джире до Италия часто с ними мы сталкиваемся. Так что по меркам Хайнане вот этот вот подъем, который будет завтра, это, можно сказать, что целый Альбдиэс. Но по меркам велогонщиков, конечно, это не суперсерьезный подъем, причем настолько он проходимый, что даже Якуб Марэчко, чистейший спринтер по логии, говорит о том, что, в принципе, если получится еще нарастить свое преимущество, а сейчас над большинством своих соперников генеральной классификации у Марэчко есть преимущество в 47 секунд, то, может быть, постарается он и удержаться в желтой майке лидера генеральной классификации, что, конечно же, сложно, но Марэчко не так давно очень здорово проехал тур Озера Таху и на серьезном горном этапе, опять же, по меркам тура Озера Таху, сумел показать хороший результат. И вот всячески это вспоминал Марэчко перед стартом предыдущего этапа и говорил о том, что, чем черт не шутит, может быть, и на туре Хайнане постарается он побороться за высокие места генеральной классификации. Вчера был ряд сходов вновь, и в том числе связанных с завалом, были и дисквалификации. Но вот сошел Ли Чанг Юн из команды Giant Cycling Team, и таким образом в этом коллективе осталось всего три гонщика в гонке. Также до финиша не сумелся добраться Антонио Хосе Ларкон из команды Hainan Jilun Cycling Team. Ну и в целом мы помним вот этот вот очень неприятный завал, который на последних километрах случился, в котором пострадал в том числе и Ичин Чучен из команды Атаки Team Gusto, ну а также Ислам Усманов из команды K-Luke Cycling Team. Так что уже много сходов. Наверное, самая большая потеря по итогам вчерашнего этапа – это Антонио Джакопо, который был дисквалифицирован из-за того, что упал и догоняя пилотон, всячески хотел он поучаствовать в итоговом спринте, все-таки несмотря на свое падение, но долго держался за техничкой, и организаторы, которые тут очень строгие, приняли решение, что Джакопо с гонки нужно снять. Так что лидер команды IZOVIT Sports & Wellness гонку покинул, но остается все еще, например, Майкл Фрайберг, который тоже неплохо себя показывал. Повторюсь, 47 секунд отставания большинства гонщиков от Якуба Марычки. Эти 47 секунд Марычку сумел добыть за счет бонификации. Но сегодня у нас отрыв уехал с самого начала, и достаточно долго уже держится впереди. Преимущество на данный момент этого дуэта составляет 4 минуты и 15 секунд над пилотоном. 56 километров до финиша остается. Ну и спокойно сейчас возьмем небольшую паузу. Все основные события мы сегодня ни в коем случае не пропустим. Возвращаемся на дистанцию шестого этапа тура Хайнаня. 54 километра до финиша остается, и все те же 4 минуты преимущества отрыва над основной группой. Сегодня вновь в отрыв отправился гонщик команды H&R блок Pro Cycling Алексис Кортье. Вообще, конечно, очень ярко и здорово проводится на эту гонку, но зачастую не хватает ему энергии, не хватает ему сил, чтобы до конца в отрыве удержаться. Вообще, изначально была группа отрыва, состоящая из трех гонщиков. Михайло Кананенко из команды Coal Cycling Team в ней тоже присутствовал, но затем отвалился. И впереди остались только Кортье и Блокер, представляющий команду Monkey Town. Джорис Болл Блокер, 111 номер. Вот так, два капитанских номера сегодня в отрыве. Но посмотрим, что сумеют показать. Если говорить чуть подробнее о сегодняшнем этапе, не только о его расположении на карте Хайнаня, то, я думаю, стоит отметить то, что большая его часть сегодня проходит вдоль побережья, а значит, потенциально возможны сильные боковые ветра с моря, ну а когда присутствует в гонке боковой ветер, это всегда говорит о том, что высока вероятность образования эшелонов. Ни разу еще на этом туре Хайнане мы не видели подобной ситуации, но пару раз так складывался этап, и такие были скорости, что могло этим все завершиться. Просто ни одна из команд не брала на себя подобную инициативу. И, по сути, команда, которая могла бы это сделать, это Вильер Тристина. Но Моречко так здорово спринтует и так уверенно себя чувствует в финишном створе, что они просто-напросто считают ненужным подобная трата сил. И так, очень много энергии уже оставлено. На каждом этапе Вильер большую часть гонки проводит впереди. И мы видели на нескольких этапах, как тяжело это дается Грегори и помощникам Якуба Моречко, которые с трудом после финиша умудряются отдышаться. В то время, как сам Моречко так легко ему достается с другой стороны эти победы, что моментально бодрый, веселый, готовится подняться на подиум. Ему вручают сразу три награды. Как победителю этапа, как обладателю желтой майки лидера генеральной классификации, а также как обладателю зеленой майки лучшего в очковой классификации. Поскольку две майки разом, Якуб Моречко носить не может. Подобная практика, мы знаем, встречалась в биатлоне, когда просто майку из двух цветов делают. Но в велоспорте так не принято. Поэтому зеленая майка лучшего в очках достается по наследству Мартину Лассу, эстонскому гонщику команды Делька Марсель Прованс КТМ. Достаточно здорово он смотрится. И, по сути, доказывает статус спринтера номер два в этой гонке после Моречко. Хотя очень и очень готов был серьезно оспорить это звание Йона Аберастурии. Но вот в последнее время, последние несколько этапов не все ладится у гонщика японской команды Юкио. Но, может быть, сегодня он еще себя покажет. А может быть и завтра. Хотя, конечно, завтра этап подходит больше таким гонщикам, как Прадес, Хиндли, и тот же Барбин из Бордиани ЧСФ, итальянская команда, которая пока не слишком заметна. Ну, еще нескольких гонщиков можно выделить. Посмотрим. Посмотрим. Есть Марк Демар, кстати говоря, из Хинчьянг Сайклинг Тим. Что касается сегодняшнего этапа, то на нем было предусмотрено сразу три промежуточных спринтерских премии. Большая часть из них была в самом начале, и все три уже гонщики преодолели. Правда, обычно нам графикой показывают, как распределились места, но сейчас, скорее всего, это не имеет значения, потому что все бонификационные секунды и все баллы забрали гонщики, которые находятся в отрыве, а значит, серьезных изменений в генеральной классификации у нас не возникло. На 56-м километре, на 91-м и на 129-м были эти промежуточные премии. Горных премий на сегодняшнем этапе не было, ну, а значит, не было и не будет. А значит, Виталий Буц, гонщик Амады Кол Сайклинг Тима, все так же остается горным королем, все так же гороховая майка будет находиться на его плечах, вплоть до завтрашнего этапа, где сразу две горы первой категории сложности, еще одна гора второй и одна третьей. Ну, для тех, кто не в курсе в велоспорте, первая категория сложности, это, разумеется, выше, чем вторая. И третья бывает еще высшая категория, но на этой гонке мы с подобной не встречаемся. Но вообще для каждой гонки своя аранжировка. То, что первая категория на туре Хайнане, от силы получила бы третью на различных грантурах. Что касается профиля последних километров сегодняшнего этапа, тоже можно подробнее чуть-чуть посмотреть. Будет очень интересный холмик, точнее даже не холмик, а такая неровность на последних пяти сотнях метрах, причем протяженностью где-то в 100 метров. Но в целом спринт пологий, спринт без большого количества поворотов, изгибов рельефа гонки и в целом маршрута. Ну и финиш, скорее всего, будет опять скоростным. И да, можно даже сказать, что устали мы это повторять, но Якуб Маречко главный фаворит на победу сегодня. Опять же, если Вильер сможет добрать отрыв, но учитывая, что в отрыве два гонщика, один из которых Алексей Скортье, и до этого много километров находился в отрыве на предыдущих этапах, шанс, что у Вильера сегодня все получится, причем без больших затрат сил, очень и очень приличный. Так что большинство экспертов ставят на групповой финиш, на большой массовый спринт, и я к ним присоединяюсь. Думаю, что и вы подобного мнения. Если будет спринт, понятно, что Маречко главный фаворит. Основные его соперники это Мартин Ласс и Йона Берастури. Но что касается достижений Маречко, помимо того, что он может одержать уже пятую победу на этом туре, Хайнаня. Это, конечно же, еще его потенциальная победа в общем зачете, точнее, в официальном зачете общего количества побед в 2017 году. На данный момент в нем лидируют два гонщика команды Quickstep Floors. Это Марсель Китель, немец, который в будущем сезоне переберется в Катюшу, и Фернандо Гавирия, колумбийский финишер все той же бельгийской команды, который никуда не переходит и остается Quickstep и станет там главным спринтером. У них по 14 побед. У Маречко перед началом этой гонки было 9, сейчас уже 13. Он обошел Петера Сагана и Олегандро Вальверду, и сегодняшняя победа может его сравнять с Кителем и Гавирию. Ну а завтра, конечно же, этап горный, вряд ли у Маречко получится выиграть, зато 8 и 9 этап ему вполне подходят, так что если из вот этих трех возможностей, которые у него остаются на этом туре Хайнане, он сумеет реализовать хотя бы две, то Маречко закончит сезон лидером по количеству побед. Да, понятно, что у Кителя и у Гавирии они добыты в большей степени на серьезных стартах, на грантурах в том числе, но в данном случае это не такое большое имеет значение именно в этом рейтинге. Так-то понятно, что для команды это не так важно, и для команды важно побеждать на крупных гонках. Но такое небольшое, но достаточно приятное для Якоба Маречко потенциально может быть достижение. Маречко в этом году, напомню вам, был на Джиро де Италия и несколько раз подходил относительно близко к победе на этапе. Он был вторым на пятом и на двенадцатом этапах, но оба раза проиграл все тому же Фернандо Гавирии, о котором мы сегодня уже говорили. Вообще отличный результат для колумбийца. Ну а с основной своей победы Маречко набрал как раз на китайских гонках. Второй, третий, четвертый, шестой и седьмой этапы тура Озеро Тахо вместе с ними и генеральная классификация. Ну и второй, третий, четвертый, пятый этап тура Хайнаня. И по-прежнему еще несколько возможностей у него есть. Сейчас у нас еще одна небольшая пауза, после которой вернемся и еще немного поговорим о лидере гонки. Возвращаемся на дистанцию шестого этапа тура Хайнаня. Алексис Кортье, Джорис Блокер. По-прежнему два гонщика, которые находятся в отрыве. И за 45 км до финиша 3 минуты и 40 секунд на данный момент. Их преимущество над основной группой и продолжает понемногу сокращаться. Действительно, хорошо и слаженно работают гонщики команды Вильяр Тристина. Догоняя этот отрыв, все пока здорово рассчитывают. И все идет к тому, что и сегодня мы увидим групповой спринт. А значит, еще одна отличная возможность для Якоба Марычко одержать победу. Одержать победу уже свою пятую на этой гонке. Ну и если вспоминать сезон Марычко еще раз, то помимо уже названных двух вторых мест Наджира Дейталия и огромного количества побед на китайских гонках, наверное, стоит отметить две победы на туре Ланкави и победу на туре Британии, которая была ему одержана не на туре Британии, а на туре Британии, которая провинция. Во Франции хорошая победа там была им добыта. Тур Дубая в этом году проехал Якуб Марычко и третьим встал на одном из этапов, проиграв только Марселю Кителю и Дилану Грюновегину. Ну и вообще, конечно же, для Якуба Марычко сезон получился неоднозначный. Он, как и обычно, был хорош на гонках второго и третьего эшелона, но на самых главных своих стартах звезд с неба не хватало. И в этом плане я не думаю, что Якуб Марычко может быть до конца удовлетворен своими результатами. Так же, как и менеджмент самой команды Вильер Тристина. Очень интересная и любопытная получается у Вильера трансферная кампания. Вообще, на будущий год команда уже относительно укомплектована. Главной звездой, разумеется, по-прежнему остается Филиппо Пацато. Но Пацато мы уже окончательно убеждаемся, что держат в команде исключительно из-за его имиджа. Потому что колоссальное количество подписчиков и фолловеров у Пиппо в Инстаграме и Твиттере. И то, что он постоянно рекламирует продукцию Вильер наряду со своей роскошной и такой несколько даже вальяжной жизнью. То есть постоянные тусовки. Посмотришь на его Инстаграм и никогда в жизни не скажешь, что это профессиональный велогонщик. Но на самом деле Пацато даже при всем при этом успевает и тренироваться. И успевает показывать относительно неплохие результаты. Знаете, как бы наплевательски человек не относился к тренировкам. Хотя я на самом деле думаю, что Пиппо достаточно серьезно к ним относится. Невозможно просто так занять восьмое место на туре Филандрии. А у Пацато оно есть в этом году. И при определенных обстоятельствах он мог даже выше подняться. Так что Пиппо большой молодец. Ну и конечно самое главное. И почему Вильер платит ему такие большие деньги. Это как раз за рекламу своей продукции. Ну конкретно Вильер это велосипеды. Почему я взял паузу? Потому что на разных велосипедах выступающих. Видимо Ридли, BMC, Fuji. Вот так три разных велосипеда. Но одна команда. Это команда Швейцарии. И резко она выезжает вперед. Почувствовали сильный боковой ветер. И вот то, о чем мы с вами говорили. Сегодня они попытаются разбить пелотонные эшелоны. Но тот ли момент они выбрали, давайте посмотрим. Но стандартная процедура. Резко команда выходит вперед. Начинает работать сменами. Вот так вот немножко по диагонали, по направлению к ветру выстраивавшись. Похоже, к этому были готовы. Другие коллективы среагировали моментально. Ну и посмотрим, удалось ли кого-то сбросить. Скорость моментально растет до 60 км в час. Ну и кто сказал, что сегодня этап транзитный и прогулочный. Только я сказал о том, что сегодня, возможно, решили взять небольшой перерыв. Как? Моментально ситуация меняется. Давайте напомню вам состав швейцарской команды. Лукаш Шпенглер, Дилан Паш, Гордиан Банцер, Дмитрий Бусар, Юстин Парош, Мартин Шаппи и Юап Шнайтер. И тот самый Данила Хондо. Известный в прошлом немецкий спринтер-развозящий в роли спортивного директора этого коллектива. Возможно, именно он дал команду вот так вот резко выйти вперед. Ну и на данный момент пока разорвать пилотон на части не получилось. Но вся эта активность, конечно же, совсем не на руку вот этим двум гонщикам, которые сейчас в лево-верхней части нашего экрана. Это Алексис Кортье, который уже прилично намучился и в предыдущих этапах. И Юрис Блокер из команды Monkey Town Continental Team сейчас моментально их преимущество начнет уменьшаться. Ну вот так попробовала швейцарская команда и вновь ушла на второй план, предоставляя возможность Вильеру продолжать работу. Ну вот так вот с интересом понаблюдали Вильеровцы за тем, что швейцарская команда сейчас предпримет. И продолжили неспешно вести гонку так, как им удобно, выбирая именно тот темп, который им подходит. Но за счет вот этого вот рывка вместо 3 минут и 20 секунд, которые были совсем недавно, мы видим, что 2.40 сейчас остается. И вот так вот на ровном месте с 30-40 секунд отрыв потерял. Конечно, не очень. Это приятно для гонщиков впереди. Но изначально этот отрыв, пожалуй, был обречен. Хотя не буду так говорить. На предыдущих этапах тоже пару раз казалось, что отрыв обречен. В итоге догоняли только на последнем километре. Вчера в том числе. Правда, вчера как раз вот этот вот последний отрыв с Линхардом в том числе. Я бы не сказал, что он был обречен. Наоборот, мы предполагали, что он может дотерпеть, учитывая, что сильные и достаточно свежие гонщики поехали вперед. Тут, судя по всему, продолжают подбирать у гонщиков раннего отрыва. Вряд ли это атака. Но, кстати, интересно, кто это. Потому что изначально была информация о Кортье, Блокере и Кананенко. Это не Кананенко. Двое лидеров по-прежнему впереди мы это видели. Значит, кто-то третий, кого официальный твиттер гонки упустил. Но не так. Это уже сейчас важно, потому что возвращается он в основную группу. Ну и последние 40 километров, скорее всего, меньше часа до развязки этого этапа. Ну а нам еще раз показывают Алексиса Кортье и Юриса Блокера. Можем чуть подробнее поговорить о них. Гонщики, конечно, не самые известные, но определенные результаты в этом году есть. Алексис Кортье, гонщик, представляющий Канаду, выступающий за команду H&R Block Pro Cycling Team, в этом сезоне проехал тур Озеро Таху, где стал 104-м. До этого ехал два тура Китая, на первом стал 65-м, на втором 43-м. Ну и также на его счету в этом сезоне тур Португалии, Вольта Португал и тур Альберты. И ни там, ни там никаких суперсерьезных достижений у него нет. Ну и Юрис Блокер, гонщик, представляющий Monkey Town Continental Team, голландец, которому в этом году, в сентябре, исполнилось 24 года. Тоже результаты не самые лучшие у него. До этого три сезона выступал за парк-отели Волкенбург, сейчас перешел в Monkey Town. Ну и опять же, никаких супербольших достижений нет. Проехал гонку King High Lake, проехал CB Cycling Tour, также ZLM Tour голландский не стал пропускать. 34-й на ронду Иван Линбург, пожалуй, наверное, это лучший его результат, гонку которого выиграл Вуд Ванарт, чемпион мира по Сайклокроссу. Кстати говоря, сезон Сайклокросса продолжается, набирает только обороты, но в этом году пока намного сильнее всех остальных голландец Матьё Вандерпул. А вот как раз Вуд Ванарт и их вечное соперничество пока отошло несколько на второй план. Но я думаю, что Ванарт обязательно наберет форму и мы видим эти яркие соревнования, яркую борьбу Вандерпула и Ванарта в ближайшее время. К сожалению, очень редко Сайклокросс появляется на экранах телеканала Евроспорт, хотя пару раз мы проводили и транслировали эти гонки. И на самом деле Сайклокросс сейчас, пожалуй, один из самых зрелищных видов велоспорта вообще, который из тех, которые существуют. Кому-то нравится трек, кому-то нравится шоссе, шоссе, конечно же, большинству. Но вот все те, кто любят шоссе, как правило, посмотрев Сайклокросс, также начинают за ним следить. Очень и очень увлекательно. Действительно яркий, красивый и интересный вид спорта. Многие Сайклокроссовцы, как мы знаем, переходят профессионалы, и переходят, точнее, не профессионалы, переходят на шоссе. И, в принципе, я думаю, что рано или поздно это же ждет Ванарта и Вандерпула. Они и так появляются на шоссе в различных гонках, как правило, бельгийских и голландских. Но вот полноценного перехода пока нет. Почему, спросите вы. Был диалог о том, что, в принципе, на шоссе явные зарплаты выше и престижнее, и могут они вполне показать отличный результат. Но при этом, на деле, если говорить о зарплатах, то понятно, что первые сезоны на шоссе они большие деньги получать не будут. Но давайте объективно говорить. 400 тысяч евро в месяц – это, пожалуй, самый максимум, который они могут получить в рамках… в год, простите, конечно же. Это самый максимум, который они могут получить на время своего первого контракта, то есть это, скорее всего, два года. В то время, как призовые Сайклокросса ежегодно с различными другими суммами, которые им достаются, в том числе и от спонсоров, это в районе 1 миллиона евро, может быть, даже чуть-чуть побольше. Так что в Сайклокроссе им оставаться относительно выгодно. Но об этом и вообще о финансах велоспорта можем поговорить после небольшой паузы. Возвращаемся на дистанцию шестого этапа Тура Хайнаня. 35 километров до финиша на данный момент. Ну и у нас, похоже, есть группа гонщиков, атаковавших из Пелотона в тот момент, пока у нас была рекламная пауза. И хотят вот подобным образом обмануть гонщиков Вильера и все-таки попробовать отнять победу на этом этапе у Якуба Марэчко. Атаковал, судя по твиттеру, кто-то из Воральбека, из команды SW Cycling, из RTS Mountain. Но предположу, что мог попробовать Линхард еще раз из Воральбека. Хотя логичнее было бы им готовиться к завтрашнему этапу, где он может показать себя. Ну а в отрыве, тем временем, Йорис Блоккер отстает от Алексиса Кортье, который сегодня оказался сильнее. И посмотрите, как резко обрубает буквально Блоккера. Начинает он отставать. Ну а канадский гонщик команды Enchender Block Pro Cycling устремляется вперед. И дальше будет работать в одиночку. Ну вот интересное решение. В принципе, этот отрыв изначально был обречен, но теперь ситуация еще сложнее. Для Кортье, которому нужно работать в одиночку, 34 километра, это крайне проблематично. Очень много сил он оставит, учитывая, что и вчера он был в одной из атак, но не знаю. Ну а вот и преследователи. Это Джоап Шнайтер из команды Swiss Cycling, а также это никто иной, как Гьян Фрайсаки из команды Worldback. Не показывают нам, каково на данный момент их преимущество над Пелотоном. Но, судя по всему, гонщики Вильера спокойных отпустили вперед, не опасаясь за то, что они могут представлять определенную угрозу для Якуба Марычко. И считая, что их также они сумеют проконтролировать. Вот он, вертолетный план. Пока не очень большое преимущество этого дуэта. Ну и, судя по всему, спокойствия в ближайшее время для команды Вильер не ожидается. Они это понимают. Я думаю, они к этому были психологически отчасти готовы. Ну и сейчас потихоньку будут предпринимать различные контратакующие действия. Вчерашний этап получился относительно нервным. В том числе и из-за завалов, которые были. Итоговые результаты вам еще раз напомню. Якуб Марычко выиграл. Мартин Ласс. Эстонский гонщик команды Делько. Марсель Прованс. КТМ стал второй. Андрей Гривко из колл-сайклинг-тима. Украинский гонщик. Замкнул тройку сильнейших. Далее был Марк Антуан Надонна из команды Инчидер Блок про сайклинг Канадис. Также Пауло Симеон из Бордиани ЧСФ только пятый. Далее Майкл Шиан из Джелли Белли. И Мирко Маэстри еще один представитель Бордиани на седьмой позиции. Испанец Абир Астури только десятый. И, конечно же, после победы на первом этапе он вряд ли может быть доволен подобными своими достижениями. Но вот, правда, если было бы на этой гонке звание самого агрессивного гонщика, то, пожалуй, в рамках сегодняшнего этапа уж точно оно досталось бы Алексису Квартье. Но, правда, своя выгода в плане подобной сольной атаки имеется. Он много времени проведет и на экранах телекамер. И много времени он будет показывать цвета своих спонсоров, чем команда может быть более чем довольна. Не отпустили совсем Фрайсеке и Энджо Абашнайтера. Энджо Абашнайтера моментально среагировала Вильер. Но, возможно, давая понять, что сегодня они вообще никого отпускать не намерены, и чтобы никто даже не пытался высовываться вперед. А тут ближе к хвосту спокойно все у Джелли Белли. Команда по-прежнему ждет горного этапа. И посмотрим, что Сергей Цветков, гонщик, представляющий Румынию, а ранее представляющий Молдавию, сумеет показать. Пожалуй, именно он лидер своей команды. Также, конечно же, ждем, что завтра покажут Юкио и Бенджамин Прадес, который вчера был в основной группе, хотя изначально писали, что в отрыве, а вот его напарник Оскар Пуйоль как раз-таки без 300 метров стал победителем этапа. Ну или потенциально мог стать, если бы так вот обидно отрыв не догнали. Похоже, окончательно определились в команде Бордиани ЧСФ со своим спринтерским лидером. Пауло Симеон раз за разом все выше и выше оказывается, чем его напарники по команде. Ну вот на четвертом этапе он был четвертым, а Ронезе пятым. На пятом этапе Симеон пятый, Маэстре седьмой. Не самая аэродинамичная посадка сейчас, объективно говоря, у Яна Фрайсеке. Но крутит по-прежнему неплохо. И они вдвоем с Джоабом Шнайтером остаются впереди. Ну вот на некоторое время дорога отошла от побережья, но совсем скоро к нему вернется. Ну а сам город Саня находится на побережье в самой-самой южной части острова. Завтра поедут уже внутрь, в материковую часть, в гористую часть острова. После чего еще один этап в самом центре Хайнане с финишем, опять же, близ побережья в городе под названием Чьонг-Жонг. Ну а девятый этап вернет гонщиков туда, откуда все начиналось, в Чинглонг. Собственно, в тот город, в котором первый этап и проходил. Такой вот круг по острову Хайнань в очередной раз. Кстати, мы не говорили об истории тура Хайнаня, а тут есть что вспомнить. В прошлом году победу на этой гонке, между прочим, одержал Алексей Луценко, казахстанский гонщик команды Астана, обойдя Жемыслова, Ньемеца и Матая Мохорича. Яркая гонка получилась. Луценко выиграл восьмой этап и во многом за счет этого как раз сумел одержать победу. Маршрут был примерно такой же. Также был этап до Вучишана горный, также был этап до Йонг-Жонга, этап до Сани, который мы сейчас смотрим. Ну и с года в год маршрут не особо меняется, будем откровенны. В прошлом году пять этапов выиграл Макс Волшетт. Посмотрим, сумеет ли Якуб Марычко повторить достижения немца, а может быть даже и обойти его. В 2015 году в генеральной классификации Тура Хайнане выиграл Саша Модоло, обойдя Андрея Зейтса и Жульена Эльфареса. Модоло выиграл два этапа, но не было горного этапа в тот год, и, соответственно, бонификации Модоло хватило для того, чтобы одержать победу в общем зачете. Марычко, кстати, тогда выигрывал шестой этап, как раз-таки из Йонг-Жонга до Сани, этап, который мы сегодня наблюдаем. Тут подключается, между прочим, Фэн Ксуи. Приближается он к первой группе. Тут добрали сейчас Юриса Блокера. Добрали его Гьяна Фрисаки и Джоап Шнайтер. Ну и вот сейчас подъезжает и китайский гонщик команды Митчелтон Скотт, образуя вот такую вот любопытную группу преследователей Алексиса Кортье, которому уже очень тяжело посмотреть, с каким трудом он перебирает педали. Но смелая, отважная атака, за что, конечно, слова уважения канадцам. Ну, вряд ли информация, что осталось меньше 30 километров в час, как-то может его вдохновить. Он уже оглядывается, он уже очень прилично наелся. Спортивный директор подбадривает, говорит о том, что все складывается для него неплохо. Ну, это может помочь ему психологически, но в плане добычи времени вряд ли. Кстати, Якуб Марычко, то, что я говорил, выиграл в 2015-м вот этот этап, выиграл он его любопытным образом. Был очень-очень хаотичный спринт и у двух своих напарников, точнее, у двух своих соотечественников итальянцев. Он выиграл у Андреа Полини и у Саши Модулу. Ну, а в генеральной классификации важный был этап под номером 8. Зейтс его выиграл, Лефарез был вторым. Но Модулу проиграл меньше, чем рассчитывали на это. Остальные и бонификаций ему хватило, чтобы в итоге в генеральной классификации на 9 секунд Андрея Зейтса обойти и на 12 секунд Жульена Эльфареза. В 2014 году выиграл Жульен Антемарки, обойдя Николо Бонифико Фацио и Андрея Зейтса. А в 2013 году победил голландец Морено Хоффланд, обойдя Фредерика Аморрисона и Тома Лизера. Впервые гонка проводилась в 2006 году. На ней победил Сергей Колесников, россиянин, обойдя двух японцев Сатоси Хироси и Юсиюки Абе. Второй год соревнований победил поляк Роберт Радош, обойдя россиянина Романа Климова и Паскаля Хюнгербюлера. Ну и в 2008 год также российская победа. Борис Шпилевский оказался сильнее ирландца Давида Маккана, который в тот год был очень и очень силен, а также поляка Блача Яниччика. После чего более серьезные составы начали приезжать на эту гонку. Хосе Франциско Вентосо выиграл в общем зачете в 2009 году, обойдя Грега Болея и Виталия Буца, которые сегодня присутствуют на гонке в майке горного короля, в гороховой майке. Затем два года подряд побеждал Валентин Иглинский, представитель Казахстана. В 2010 году он обошел Джонни Вокера, того самого забавного австралийца, который шутил относительно своей имени и фамилии, причастности к алкогольному напитку, а также Алексея Маркова, россиянина. В 2011 году обошел хорошо нам известного южноафриканского гонщика Рейнарда Янца Иван Рейнсбурга, а также немца Александра Шмидта. Далее 2012 год, и еще один казахстанский гонщик Дмитрий Груздев побеждает, обходя Валентина Иглинского и шведа, который тоже сейчас часто на гонках нам встречается, Тобиаса Людвигса. Он очень-очень хороший разделщик. Ну а затем Хоффланд и то, что мы уже говорили. Пилотон добирает группу преследователей, но у нас пока небольшая пауза. Возвращаемся на дистанцию шестого этапа тура Хайнаня. 22,2 километра остается у нас до финиша. И пилотон, взглавляемый вильер Тристина Селеталья, приближается к группе преследователей, который Гиан Фрисакев, который Жоп Шнайтер, Фуен Ксю, а также Йорис Блокер, который находился в раннем отрыве, но затем отстал вот от этого гонщика, от Алексиса Картье, который по-прежнему в одиночку остается впереди, продолжает терпеть, но ему все тяжелее и тяжелее. Очень нелегко дается этот этап, но старается, борется, и это здорово. Уже видят Картье преследователи, но преследователи еще лучше видят пилотон. Но вот, пожалуй, интрига в том, кто раньше кого доберет. Преследователи доберут Картье, или же пилотон доберет преследователей. Ну вот, судя по этой графике, 34 секунды еще преимущество Картье над этой четверкой, а к то время, как они всего-навсего 15 секунд, 16 ведут над пилотоном, хотя мне кажется, что сейчас они где-то посередине уже располагаются, учитывая, что вот так вот хорошо Картье нам всем видно. Так, ну а Блокер, похоже, и из этой группы отстал, судя по всему, по крайней мере, не видно его. Перед уходом на рекламу еще тут присутствовал, ну а сейчас, похоже, выбыл. Ну а Картье цепляется, Картье сопротивляется, но все это бессмысленно. Так, что там происходит? Неужели еще одна атака швейцарской команды? Пошли они вперед. Да, атака есть. И представитель Бордиани подключается к этому рывку. Ну, так вот развезли даже. Ну, это любопытно. Джоап Шнайтер сейчас впереди. Еще один гонщик пытается переложиться из-за свой сайклинг. Но Вильерта это все прекрасно видят и понимают, и вряд ли отпустят такую группу. Тут спуск неожиданно образовался, хотя не особо на профиле он заметен. Но в любом случае, сегодня тактически любопытно действует швейцарская команда во главе с Данила Хонда, и за ними в этом плане интересно наблюдать. По сути, этот спуск должен продолжаться, если это именно о нем идет речь сейчас, должен он продолжаться примерно еще один километр, после чего пару холмов, еще один небольшой спуск, и последние 10 километров абсолютные равнины. Но это опять же такие небольшие неровности, что обычно ими можно пренебречь, но за неимением других событий и каких-либо неровностей на первых шести этапах, то их мы тоже отдельно выделяем. Так, 22 секунды отставания. преследователей от Алексиса Кортье, 35 секунд вставания пилотона от того же Кортье. Любопытно, но похоже, все-таки Кортье доберут раньше. Шнайтер, Ксю и Фрисаке. Гонщико Бордеани и представители швейцарской команды, которые тоже пытались к этой группе сейчас переложиться, их атаку быстро нейтрализовали, достаточно быстро накрыли. Такая оригинальная тактика была в исполнении швейцарской команды, хотели, чтобы у них в Атрове стало два гонщика и, соответственно, уже количеством как-то давить, пытаться что-то предпринять, но моментально сообразили о потенциально опасной ситуации, в которой складываются гонщики Вильера и никуда не отпустили. Так, до Кортье остается совсем немного, Пилотон тоже рядом, да, прямо агрессивно действует Вильер, ни секунды лишние не дают и вообще никакой свободы отрыву. Видимо, вчера они получили втык от руководства за то, что чуть было не упустили этап, но втык, наверное, вряд ли, учитывая, что все-таки победой все закончилось, но сегодня с утра предупредили, что такой ситуации повторяться не должно. что касается Вильера в целом в рамках этого сезона, то, повторюсь, команду прилично лихорадит, не так много у них побед, большая часть побед принесена команде Якубом Моречко, о его победах мы уже говорили, еще две победы есть у Льяма Бертатсо. на втором этапе первого тура Китая и в генеральной классификации этой гонки Бертатсо выиграл для многих несколько неожиданно. Вторых мест тоже много, но больших побед, повторюсь, в этом сезоне у Вильера нет, и, конечно, вряд ли они могут быть этим довольны. Но, с другой стороны, и у Бордиани, как одного из главных соперников, у Вильера тоже не все так здорово в этом сезоне. Да, конечно, побольше значимых результатов, но если говорить о победах, то это Джулио Чиконе, который выиграл на шестом этапе Тура Юты, две победы Нюколо Руфони на туре Хорватии, хотя, конечно же, от Руфони ждали большего, и Энрико Барбин, который выиграл на одном из этапов тура Ланкави. Так что сезон, я бы не сказал, что очень удачный для Бордиани получился, но из итальянских коллективов, которые в Кубке Италии принимают участие, конечно же, лучший сезон у Андрони Сидермек Ботеки, команды Джани Савио. В этом году просто феноменальные какие-то достижения и по количеству побед. Генеральная классификация Тура Китая, которую выиграл постариканец Кевин Ривера, Марко Бенфато несколько побед принес на китайских стартах Лука Пачьони, ну и, конечно же, Иган Берналь, молодой колумбийц, который в будущем сезоне будет выступать за команду Sky британскую. Победа в общем зачете Тур де ла Венира, а также на седьмом и восьмом этапах гонки. Победа на Сибио-туре румынском в общем зачете и несколько этапов. Победа на Тур де Савой-Монблан французской гонки горной в приличной компании, между прочим, он выиграл, обойдя Бьорна Ламбрехта и Харма Ван Хауке, двух очень сильных и перспективных бельгийских гонщиков. Также побеждали и на Тур Бигор усилиями Рудольфа Торреса Андрони. Ну и вообще сезон получился замечательный и, конечно, должно быть очень обидно им, что Берналь уходит, но он идет на повышение, его можно понять. Что ж, Алексис Кортье теперь стал частью этого квартета новообразовавшегося из Гьяна Фрисаки Джоаба Шнайтера Пуэна Ксю, а также его самого. Но пилотон всего-навсего 20 секундах и сегодня даже интригу искусственно поддержать не получится в плане того, доедет отрыв или нет. Думаю, слишком все очевидно сейчас. Ну и, конечно же, внимание вот на этого человека Якуб Маречков в желтой майке лидера генеральной классификации своей фирменной посадки сидит на колесе у Югерта Жупы и готовится сегодня одержать не просто пятую победу на этой гонке, не просто пятую победу подряд, но еще 14-ю победу в сезоне, тем самым догнав Марселя Кителя и Фернандо Гавирио. Но надо еще выиграть. Да, шансы хорошие, да, он явно сильнейший спринтер этой гонки, но, как мы знаем, может произойти все, что угодно. Скорость все еще очень хорошая, последние полтора часа едут действительно быстро. Ну и все, Картье закончился на этом, он остает даже и от первой группы, и совсем скоро его пройдет и Пилотон. Ну вот до конца, до последней крупицы энергии выкладывается Картье на каждом из этапов, и понятно, почему его так, вполне понятно, почему его так вот вырубает. Ну а трио лидера все еще остается впереди, правда, Пилотон совсем-совсем близко. Ну и даже додержаться до отметки в 10 километров до финиша будет для них большим-большим достижением. Вот попробует, может быть, сегодня хоть что-то продемонстрировать Дельку Марсель Прованс КТМ. Да, создается впечатление, что Мартина Ласса вполне устраивает занимать вторую позицию, оставаться на колесе у Марэчко до последнего и пока он их занимает вторую позицию, он будет носить зеленую майку, опять же, пока желтая майка на плечах самого итальянца. но в любом случае наверное все-таки хочется побеждать, а пока как побеждать находясь на колесе Марэчко сказать сложно, потому что жупа разводит неплохо и даже если он разводит его не лучшим образом, Марэчко начинает спринтовать из глубины и для него не проблема пройти 5, 6-7 гонщиков, чтобы одержать победу на этапе. Уж слишком он мощен на финише, уж слишком серьезные ваты выдает относительно всех остальных. Пятый час сегодняшнего этапа подходит к концу и все же скорость вновь за 40 километров в час средняя будет, причем значительно и снова будет приближаться к 45. При том, что это очередной супермарафонский этап протяженностью практически 220 километров. Продолжают идти сменами протяженностью где-то в 25-30 секунд. Это пока позволяет удерживать 20 секунд преимущественно над пилотоном, но Вильер еще по-настоящему не включился, работают неплохо, но как только у них появится желание прямо вот сейчас догнать этот отрыв, они это сделают, пока просто держат стабильно высокий темп. 동� , ну что ж, Вопрос очень-очень сложный, учитывая, насколько быстро марычка. Значит, надо как-то заставить его потерять позицию, как-то перехитрить. Ну, проще. Понятно, что палки в колеса в одну. Но тут никто такого делать не будет, и это вообще не спортивный принцип. По-другому марычка остановить очень тяжело. После первого этапа казалось, что будет борьба, будет интрига на этапах остальных. Но настолько легко марычка выиграл каждый из них, что, пожалуй, тут и говорить не о чем. Ну, а сейчас въезжают уже в район сегодняшнего финишного города. Аллендит город называется Саня. Ну, и совсем скоро уже будет достаточно крутой поворот направо на 90 градусов, после чего дорога по направлению к побережью, где даунтаун, центр города расположен. И примерно в нем и будет финиш сегодняшнего этапа. Вот начинают перестегиваться гонщики команды Делько Марсель Прованская ТМ. Это был Микель Аристи. Ну, опекает он тылы Мартина Ласса, который все еще в зеленой майке остается. Но это крайне спокойный и уверенный в себе Якуб Марычко. Вообще, ни крупицы лишних сил Марычко не тратит. Отличная, равномерная, уверенная работа. Специальная белая модель рамы велосипеда Вильер для него подготовленная. Ну, и вот он уже отрыв. Совсем-совсем близко, как на ладони. Ну, я думаю, что мысли Марычко сейчас даже не о первой группе, а о том, как он будет строить свой спринт. Как будет работать сама Вильер. И сумеет ли Жупа в очередной раз так здорово его вывести. Менее 10 километров до финиша. Страдает это трио лидеров, но как бы они ни страдали, их преимущество сходит на нет. Ну, а пока есть у нас время до развязки. Хочу напомнить, что в эфирное и неэфирное время зачастую ведем мы общения путем социальной сети Twitter. Ваши вопросы, комментарии, интересные мысли и прогнозы на этапы обязательно оставляйте по адресу собака MJK16. Повторяю, собака MJK16. Ну, а также хочется вам напомнить про то, что если у вас нет возможности, например, следить за событиями этапа по телевизору, то всегда вы можете воспользоваться нашим приложением Eurosport Player. За совсем скромную плату можете наслаждаться любимым видом спорта и многочисленными трансляциями, если у вас есть интернет при помощи Smart TV, мобильных устройств, интернета и обычного персонального компьютера, соответственно. Ну, или же планшетов. Как вам удобнее? Eurosport Player везде вас спасет. Ну, а если еще идет какое-нибудь большое мероприятие, как, например, турнир Большого Шлема по теннису, то там вообще шикарно можно гулять с одного корта на другой и смотреть тот матч, который вам больше нравится. Ну, а сейчас возвращаемся к реальным самой гонке. 13 секунд остается в запасе у отрыва за 8,5 километров до финиша. Уже очень часто оглядывается... Так, а подождите, Кортье в этой группе остался? Да, я был неправ, я поторопился, прошу меня простить. Отстал-то не Кортье. Отстал Ксю Уэн из Мичелтон-Скотт. А вот Кортье до сих пор в этой группе вместе с Геном Фрисаки и Йоком Джобом Шнайтером. Ну, Кортье в таком случае вдвойне. Молодец. Более чем достойный этап в его исполнении. Ну, а мы давайте посмотрим все-таки на эту спринтерскую развязку. Даже несмотря на то, что Моречка выигрывает легко, на такие массивные спринты всегда интересно понаблюдать. Не важно, каков уровень соперничества, уровень команды гонщиков. Джейли были вообще никуда, вперед лезть не хотят. Все команды сидят в хвосте. Не боятся даже, что группа разорвется. По крайней мере, Цветков. Вот, 186-й номер тут как тут. Но если группа разорвется, он имеет шанс потерять время, которое завтра им может пригодиться. Вообще, конечно, очень интересный завтра этап. Обязательно его смотрите на нашем телеканале. После этапа будет анонс. И вы узнаете более точное время, когда он начнется. Ну, а сегодня пошел шестой час этой гонки. И именно в начале этого шестого часа пилотон должен настигнуть группу отрыва. Смены картье, конечно, уже отнюдь не такие эффективные, как были ранее. И даже не такие эффективные, как у его двух напарников по этому отрыву. Очередная длиннющая прямая, которая ведет непосредственно к центру города Сани. Конечно, вдохновляет первую группу то, что, казалось бы, совсем скромные 6,5 километров до финиша. Но пилотон все прекрасно понимает и контролирует. Зрительный контакт очень хорошо налажен. И особо вариантов никаких этому трио лидеров пилотон не оставляет. То, что сейчас в запасе у беглецов осталось, это можно ликвидировать одним очень качественным и мощным спринтом, которым Яков Марычко, безусловно, обладает. Пока много гонщиков Вильера по-прежнему в их построениях. То есть работают не на износ, хотя совсем скоро, я думаю, мы увидим несколько последних смен гонщиков итальянской команды. Ну вот, например, так обычно меняется Илья Кашевой или же Лука Раджо. Затем на смену выходят Алекс Турин, Джузеппо Фонци, после чего Дякупо Моско, Югерт Жупа, последнее разводящее колесо Марычко. Ну и, собственно, сам Яков Марычко выдает свое финишное ускорение. Пять километров. Всего-навсего пять километров до развязки. Ну и, похоже, Вильер готовы добрать прямо сейчас. Кортье, еще одна атака. Что творит этот канадский парень? Насколько же он агрессивен? Ну вот, Вулшит выиграл пять этапов на туре Хайнаня. Но это не рекорд. В 2008 году Борис Шпилевский одержал шесть побед на этапах тура Хайнаня. Между прочим, и не только Шпилевский столько раз выигрывал. Шесть побед на этапах также есть в активе у Тео Босса. В каком это году было сейчас, чтобы не соврать, вам скажу. Было это в 2013. Из девяти этапов Тео Босс выиграл шесть. Три выиграл другой голландец Марина Хоффланд. И в генерале выиграл также Хоффланд, потому что Тео Босс на одном из этапов умудрился проиграть время Хоффланду. Собственно, первый этап такой интересный получился. Хоффланд выиграл не спринтом, а Хоффланд выиграл, привезя секунды своим соперникам. Тогда коллектив Белкин, за который они все выступали, приехал на эту гонку. И, конечно, он был значительно сильнее всех остальных. Вот они между собой этапы и разбирали. Сегодня догоняют отрыв за 3,5 километра до финиша. Можно сказать даже, что рано, учитывая то, что мы видели до этого. И сейчас все внимание на Мартина Ласса, да, в том числе. Но, конечно, в первую очередь на Вильер, которые будут вести моречку, которые будут устраивать ему развоз. Ну и пока все смотрится неплохо за 3 километра до финиша. Немножко пытаются вытеснить колеса своих напарников по команде Моречко, Гонщики, Бордиани. Тут же вписывается Делько, Марсель, Прованска, ТМ. Ну и вот пошел Сумбур, пошли нервны. Вывозят Аберастури. Посмотрим, может быть, сегодня у него получится. Я думаю, что совсем скоро также должны показаться ребята из Сколл Сайклинг, которые будут развозить Андрея Кулика. Ну и, по сути, все уже готово к развязке этапа. Как же мощно сейчас и здорово работает, по-моему, фонце. Ну а параллельно другие гонщики успевают по радиосвязи получить какие-то последние важные наставления от своего спортивного директора. Хочу напомнить, что у Вильер Тристины Силетальи это Серж Парсани. Хорошо, Делько, Марсель, Прованс сейчас поехали параллельным поездом с Вильером. Знаю, что у Вильера самое слабое качество на данный момент – это спринтерский поезд. в плане того, что без него Марычка очень-очень тяжело. Но с ним тоже непросто. Иногда бывает, ох, тут опасный момент, создает смену фонце, похоже, ряд опасных и неприятных поворотов. Такая небольшая шикана. Группа на несколько частей разделилась. Полтора километра остается. И хорошо работает Делько, Марсель, Прованс, КТМ. Проблема в том, что нельзя, чтобы Марычка оказался на колесе у Мартина Ласса. Иначе он обязательно выйдет. Давайте посмотрим, как развязка этого этапа сложится. Вот он, Фламруш, последний километр дистанции. И Жупа готовится выехать вперед и начать развозить Марычку. Получится ли у Алабанца вновь это сделать? Или же на этот раз поезд Делько, Марсель, Прованс, КТМ окажется сильнее? Ну и вот, 600 метров остается. Очень хаотично все это смотрится. Поворот, о котором мы говорили, на 90 градусов. И пошел раскат под сам финиш. Пока неплохо смотрится Делько, Марсель, Прованс, КТМ. И тут Югер Джупа вылезает вперед. Здорово на колесо Марычка садится Ласс. Правда, мне кажется, что много сил он на это потратил. 300 метров, 275. Пора Марычку начинать выходить. Он это делает. Ласс у него на колесе. За 250 метров пошел Марычка. Ласс на колесе. Будет ли пытаться выйти? Будет ли пытаться выйти? Это абсолютно, абсолютно бессмысленно. Якуб Марычку одерживает пятую победу подряд на этом этапе на гонке тур Хайнаня. Пятая победа подряд. 14-я победа в сезоне. Догоняет он Марселя Кителя и Фернандо Гавирю. И как же легко в очередной раз для Марычку все это было. Ласс пытался справа выйти. Пытался слева выйти с колеса. Но он мог куда угодно деваться. Но как только он выходил из-за этого аэродинамического потока, который за не самой габаритной массивной спиной Марычку образовывался, он тут же начинал терять скорости относительно итальянца. Поэтому он вполне может быть доволен своим вторым местом. Очередным уже вторым местом. Ну а Марычку, главная звезда этой гонки, продолжает набирать победы. Пятая подряд. Удивительно. Ну что ж, мы говорили, что у Тео Босса и у Бориса Шпилевского по 6 побед было. И это рекорд тура Хайнания в рамках одной гонки. Завтра на горном этапе, конечно, Марычку будет выиграть проблематично. Но есть еще 8-й и 9-й этапы, которые также будут спринтерскими, которые также очень хорошо Марычка подходят. Посмотрим, что он сумеет показать. Может быть, 7 этапов, может быть, рекорд. Ну а Мартин Ласс очень прилично устал. Пытается отдышаться на асфальте, сидя рядом со своим велосипедом. Ну а Марыч, как ни в чем не бывало, посмотрите, абсолютно свеж. При том, что он выдает достаточно длинные спринты, почти под 300 метров. Тем не менее, Ласс ничего с ним поделать не может. Прекрасно понимает он, что проиграл гораздо более сильному спринтеру и гонщику, поэтому особо не расстраивается. Расстраивается он, наверное, только из-за того, что у него несчастливый 13-й номер на спине. И потому что контракта у него на будущий сезон до сих пор нет. Ну, кто-нибудь посмотрит, увидит, как неплохо тут Ласс смотрится и, возможно, передумает. Хороший спринт был. Хороший спринт был. Держался он на колесе у Марычко. Не так легко эту позицию выиграть. Ну а дальше ничего не сделаешь. Похоже, Симеон на конец тройки отдали Аберастурии. Четвертое место. Кулик пятый. Вот так мне показалось. Но надо еще повтор смотреть. Аберастурии. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот он, довольный Якуб Марычко. Еще раз повтор его спринта. Давайте смотреть. Нет, Кулик бросил. Он не пятый точно. Семен третий, Аберастури четвертый. Ну, дальше посмотрим. Дилан Паш, похоже, пятый. Из Ресайклинг. Ну, уже особо не радуется, похоже, Марычко. Так чисто для проформы. Ну, а мы ждем итоговых результатов. Ну, таким образом, Марычко по итогам этого этапа уже будет 57 секунд вести всем основным преследователям генеральной классификации. Так, результаты Марычко, Ласни. Смотрите, Маранезе в этот раз от Бордиани. Он третий. Далее Аберастури, Паш. Это мы правильно все рассмотрели. Далее Стефан Беккер. Марко Цанотти, Андрей Кулик и Мартин Де Йонг. Ну, так Маранезе не Симеон, не Барбин, не Маэстри. А Маранезе. Ну, по-разному пробуют гонщики Бордиани. И с различной долей успеха у них это получается. Ну, что ж, потихоньку подводим итоги этапа. Этапа Марафонского 220 километров протяженностью. Этапа из Чанхьяны до Саньи. Завтра нас ждет королевский этап Тура Хайнаня. Из Саньи до Вушищана. Две горы первой категории сложности. Возможно, серьезные изменения в генеральной классификации. Ну, и, разумеется, посмотреть этот этап вы сможете на нашем телеканале. Как это обычно и бывает. Обязательно просыпайтесь пораньше. Если у вас работа, то используйте Евроспортплеер тайком от своих начальников на мобильных приложениях. Потому что это пропускать никак нельзя. Это действительно то, что стоит посмотреть на этом Туре Хайнане. Горы и борьба в Моречко, который набрал банификационных секунд уже очень-очень много. Над настоящими горняками, которые хотят эти секунды у него отыграть. В общем, любопытное зрелище. Ну, а сегодня была его пятая победа подряд. И сегодня он сравнялся с Марселем Киттелем и Фернандо Гавири по общему числу побед, добытых в этом сезоне 2017 года. Который, к сожалению, подходит к концу. Совсем мало у нас осталось гоночных дней. Но уже совсем скоро. Уже в январе. Меньше двух месяцев, по сути, остается. Начнется сезон новый, который еще в большем объеме наш телеканал покажет. Так что не пропустите самые яркие события конца сезона 2017, связанные с Туром Хайнане. А тут будет жарко во всех смыслах. Сегодня вон вообще плюс 32 было. Ну что ж. Вот она победа Моречко. Ну а мы вам напоминаем, что завтра мы с вами встречаемся с утра вновь. Будет это на телеканале Евроспорт 2, как и обычно. 8.30 по московскому времени, 6.30 по центральнеевропейскому. 166,5 километров из Сани до Вушиша на Королевский горный этап под номером 7. Ну а на сегодня все. Для вас работали звукорежиссер Анастасия Кольцова. Ваш комментатор от Армамучашвили. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok